Сегодняшний завтрак. Вкусная слоечка и арбуз. Сочетание. Супер! Утро доброе! Из Болгарии приветствуем вас! Сегодня у нас прекрасная солнечная погода и вроде бы нету сильного ветра, шторма. И я, конечно же, сегодня попытаюсь пойти на море. Как и каждый день я это делаю, но прежде я хочу зайти в магазин, где я примеряла шляпу. Дело в том, что многие мои подписчики написали в комментариях о том, что мне очень идёт эта шляпа, которую я мерила, но я её не купила в тот раз. И сейчас я направляюсь туда, если она ещё есть в наличии, я обязательно её куплю для вас и, в общем, продемонстрирую, как она выглядит, и потом пойду на море. И вот этот магазин называется «Производитель Веникс» made in Булгария. И сейчас будем искать нашу шляпу. И вот она где-то, где-то здесь, вот она, тут ещё, тут ещё одна есть, ещё один экземпляр. Так что меряю опять и, наверное, куплю, ещё раз посмотрю цену, 15, 15 цена. 15 лев, это где-то 7-7,5 доллара. Ну вот, вот эта шляпа. Она всем понравилась, все мне написали, что нужно обязательно купить. Я не знала, конечно, как я её везти буду обратно, но мне там дали советы, что можно. И в кулёчек положить вручную кладь, в общем, разберёмся. Но пока, наверное, надо брать. Ну вот так вот я выгляжу в полном виде. Ну а когда её куплю, сейчас пойду на пляж и, конечно же, продемонстрирую не только шляпу, а и свой новый купальник. Такой ободочек из ракушечек ещё вокруг. В общем, всё, шляпу надела и направляюсь к морю. Оно уже близко. Главное, что нет ветра, потому что ветром может шляпу сдуть. Но сегодня вроде бы так нормально, и я уже у моря. Ну вот так я сегодня пригляжу в новом купальнике и в новой шляпе. И сейчас иду в воду. И всё разливается. А вода, несмотря на волны, вот такие вот шумные, всё равно тёплая. А разливается она прямо туда, к шезлонгам. В общем, всё равно прекрасное море, тёплая вода. И посмотрите, все в воде. Все плавают, наслаждаются отдыхом, потому что август на исходе, друзья. И я тоже иду, иду-буду прыгать по волнам. Ох, какие волны катятся! И все прыгают по волнам, и вот они катятся по ногам, ударяются об ноги. В общем, массаж, массаж, красота! Ух, посмотрите, посмотрите! Просто супер! Тут кукуруза продаётся. Какая цена кукуруза? Какая цена? Три. Три лева. Какая собачка! Бедная! Водичку её намочили! Ай! И сейчас волна на неё набежит, и её поднимут. Вот так вот. Вот. Так вот. Вот так вот. Так вот в bisschen. Какая цена? Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, вот я наплавалась, напрыгалась, но что хочу сказать, что вот когда на тебя накатывается сильная волна, а потом она возвращается обратно и с такой же силой она давит вот в сторону моря и ты с трудом удерживаешься на ногах. Поэтому очень, конечно, опасно при таких волнах, потому что сила волны вообще непередаваема. Я чувствую, как ноги с такой силой еле-еле удерживаются, поэтому будьте осторожны, конечно же, при таких волнах. А народ балдеет, отдыхает. Ну а я уже направляюсь домой. Зимой народ еще остается, потому что солнце еще высоко, еще можно отдыхать и загорать. Но я уже насытилась отдыхом и направляюсь наверх, ближе к отелю, к морю. Море остается ненадолго. Завтра я опять сюда приду. Иду, а на пути с моря, рай мороженого. Тут такое аппетитное. Вот такая красота и вкуснота. А стоимость, вот она стоимость. И такое тоже есть. Нужно купить и такое. Взяла вот такое мороженое в рожочке. Пока дойду до отеля, охлажусь. Стоит, кстати, оно 3,40. 3,40 лево. Пришла с моря, отдыхаю. Решила сделать себе кофеечек. Потому что, знаете, так сегодня накупалась, что сейчас расслабляюсь. И знаете, что хочу вам рассказать? Потому что многие задают мне вопросы, комментарии. Многие считают, что мы здесь бесплатно находимся. Так вот, я хочу вам сказать, что это не так. Ну и объясню, что номер в этом отеле на одного человека стоит 25 лев. Из них 15 лев доплачивает Евросоюз для украинских людей. А 10 лев доплачиваем мы. Поэтому это такая существует программа, по которой здесь помогают украинским беженцам. Вот. Так что, вот такая вот стоимость. Конечно, спасибо. Нам помогают. Но это как бы страна Болгария. Но финансирование идет с Евросоюза. Так что, друзья мои, мы здесь доплачиваем. Причем, оплата это в основном за жилье. Потому что питание здесь очень скудное, скромное, копеечное. И поэтому, конечно, приходится еще тратить какие-то средства на то, чтобы докупить что-то, допустим, обедать. Я иногда хожу в местные такие кафешечки, чтобы пообедать. Потому что если очень такой скудный завтрак до ужина, не дотянешь. А кто с мужчинами, потому что здесь есть и пожилые несколько мужчин, видела с бабушки, с дедушками. И так пару человек взрослых видела мужчин. Поэтому для них, конечно, это вообще... Ну и, знаете, для деток тоже многие покупают. Потому что очень часто еда для детей не подходит. Часто есть что-то острое. Часто есть что-то такое для детей неприемлемо. Поэтому многие еще хорошую сумму тратят на продукты. А продукты здесь в Болгарии не дешевые. Я много раз показывала видео с магазинов. И здесь цены как в Европе. Поэтому пребывание здесь нам обходится не так уж и дешево. Хотя, конечно, спасибо им. Это неполная стоимость. Поэтому мы себе можем позволить. Так что вот так. Если вас еще что-то интересует, задавайте вопросы. Здесь еще хотела сказать, места есть. И желающие могут сюда приехать. Это город Приморска в Болгарии. Возле моря, рядышко. И кто захочет, можете писать мне. И я дам номер телефона рецепшена. И вы можете договориться и приехать сюда отдохнуть. Ну а я желаю вам всего самого лучшего. Украинским соотечественникам желаю мира скорейшего. Ну и всем благополучия и добра. Берегите себя. И на сегодня у меня все. Пока.